доброе утро уважаемые друзья мы двигаемся дальше и для того чтобы сейчас так сказать наиболее сладким образом представить наш следующую гостью я хочу сказать что мини торты шакобум черничный шоколадный и ореховый доставит море удовольствия и детям и взрослым вкусные торты для любого торжества и повода идеальное состояние размера цены и качества альбина степана это ваш тортик можно здесь постоит хорошо это тортик от шокобум а у нас сегодня в гостях альбина степан ерухина председатель общественного объединения акка гершин и сегодня мы с вами будем говорить о профилактике чего а профилактики очень ужасных заболеваний инфаркт инсульт и онкологические заболевания вот так но тем не менее мы сделаем это максимально позитивно правда же я думаю иначе невозможно иначе это будет не проехать а наоборот хорошо спасибо за то что пришли в гости как предупредить инфаркт возможно ли это вообще сделать ну вот я должна вначале сказать что мы общественное объединение осуществляем сейчас проект уже второй год по заказу управления здравоохранения сразу голос да сразу вот так вот и значит в этом году у нас такие проектные территории как карасу тарановка узен коль и рудный и кустанай был в прошлом году нас сопровождает два областных врача выезжает мы очень солидно работаем нас также консультирует еще два врача наши консультанты у нас очень много мероприятий это и анкетирование и круглые столы с нуратаном акиматом семинары тренинги лекции в селах акции все это дает сделать вывод определенный вывод о том что все таки уровень информированности вот я к тому что о чем мы бы сейчас поговорили ведь уровень информированности очень высокий но сейчас да к счастью все есть но мы вот застряли на второй ступеньке а именно привычки притворение знаний в жизни вот на этом этапе спортом полезно но увы не занимаюсь например не занимаюсь да и к сожалению вот нам сейчас надо как-то продвинуть вот это когда мы начинаем уже что-то делать вот например у я знаю что фонд самур казана помню сейчас инценирую такое начинание как другой ты у них есть такой проект когда известные люди звезды начинают заниматься спортом в течение 21 дня проходят тренировки и каждый день тренировки выкладывать социальной сети абсолютно верно потому что чтобы выработать вот как раз я хотела сказать новую привычку ведь надо не менее 21 дня кроме того нас еще копируют наши младшие детки там я не знаю и так далее те кто нас окружает 21 день но много или это или мало но она того стоит потому что если коснуться онкологических заболеваний то в наши онкологи кустанайские говорят о том что на первое место они бы поставили именно профилактику стресса умение вот со стрессом справиться позитивное мышление как вы сказали выше потому что болезни которые даже наследственные эти это ведь поведенческие или пищевые привычки или привычки мышления и вот здесь вот ну у каждого должна быть своя какая-то ниша где он будет справляться с этим стрессом и если вот сейчас посмотреть на наш город изумительно много фонтанов и я бы вот очень рекомендовала возле этих фонтанов постоять хотя бы одну две три минутки когда вы торопитесь а если есть больше времени пожалуйста больше и мы смотрим на воду и вот когда случился острый стресс но пожалуйста три дня нужно для того чтобы наша голова начинала работать в позитивном режиме с другой стороны сейчас везде ремонты идут и это тоже определенный стресс совершенно особенно для водителей но если мы посмотрим как это здорово когда мы можем проехать абсолютно другие территории и посмотреть уже другими глазками вот она позитивное мышление вы понимаете а не то что вот мы из года в год и за дня в день едем по одному и тому же маршруту важно не что происходит а как ты это воспринимаешь то есть вот много очень зелени вот там можно себе и конечно хобби вообще очень много методов вот со стрессом работать но мне хочется чтобы каждый из нас нашел свой любимый способ вот как я на 20 лет назад нашла вот свое хобби это зож и до сих пор вот это зож открывает для меня все новые новые горизонты я не перестал удивляться сколько там всего еще не открыт а ведь есть люди у которых как раз таки но если вы можете здоровый образ жизни к хобби причислить а у которых хобби как раз таки не здоровый образ жизни так вот действительно и вот если коснуться сердечно-сосудистых заболеваний с чего мы начинали как да то есть смотрите вот на первом месте я бы поставил наши сосуды почему потому что с каждой затяжкой сигаретки они ухудшают свое состояние огромное количество химических веществ и получается что в при инфаркте и инсульте на первом месте мы должны поставить здоровье сосудиков и вот здесь все таки курение это самый мощный отрицательный факт а как кстати относитесь к курению не сигарет но так сказать настоящих а вот этих вот современных электронных устройств вейпов электронных сигарет еще каких-то это как промежуточный этап для того чтобы вообще освободиться от этого хобби и перейти к чему-то более конструктивному тем более у нас здесь в городе все для этого есть просто у нас в городе есть на самом деле все для того чтобы курить тоже у нас сейчас очень много кальянных кальянных где маленькие девочки сидят да 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 к сожалению и из одной трубочки это так некрасиво девочки вы такие красивые но когда я вас вижу кальяна из одной вот значит фесла хорошее значит есть такое у нас заведению но вкусно готовится но вот эти кальяна это девочки они конечно не радует вот второе на что мы поставили это пищевые привычки когда вот даже наши кардиологи говорят о том что инфаркт и инсульты можно оказывается даже в сантиметрах измерить то есть если объем талии мужчины больше 102 вот можно уже начинать себе пик а женщины больше 88 то это значит внутренний жир и он может быть стройным однако внутренний жир комплекция бывает ну вот он да может быть даже стройный а внутренний жир окутывает органы проникает сосуды и на самом деле значит вот этот абдоминальный внутренний жир забивает эти сосуды а если мы еще добавляем туда соль но это вообще очень грустно 102 сантиметра мужики вот правильный размер размер мы постоянно думали 102 сантиметра это вот в талии это в талии на уровне пупка это очень хорошее а вот теперь значит вот да обязательно я должна сказать что существует такое понятие как индекс массы тела здесь мы тоже можем себя проверить насколько мы далеки от этого или уже приближаемся к этим заболеваниям ну все как-то по русски все знают что отвес от роста надо отнять 100 килограммов плюс минус 10 килограммов когда в общем то ну и каждый медик знает как посчитать индекс массы тела какой он должен быть в норме вот это тоже такой вот звоночек тревожный когда индекс массы тела очень много и следующий шажок это давление то есть мы я не знаю сейчас в аптеках стоят эти аппараты и мне кажется кроме знаний теперь просто надо уделить пять минут чтобы померить и четко знать свое давление а если она более 140 вот верхнее давление то хотелось бы чтобы уже менялись пищевые привык а вот давайте о привычках а пищевых как как ну вызывали сарапа песня вызывает интерес майонез майонез не должен вызывать интерес после 40 интерес должен вызывать значит обезжиренные вот больше обезжиренных продуктов ну конечно организм подскажет когда надо себя побаловать хорошим пирожным там еще что-то никто из нас не ханжа да но в ежедневном рационе все-таки должно быть больше обезжиренного и больше углеводов до 80 процентов сейчас же говорит воз о том что овощи должно быть до 700 граммов в день в день да но хотя бы 400 то есть два крупных яблочко и вот встречая с населением они год ну вот как ведь сейчас там огромное количество пестицидов я говорю ну конечно нам ученые подсказывают на 15 минут опустить в воду вот это все что мы кушаем овощи и фрукты добавив на литр воды столовую чайную ложку соды и 15 минут там полежит то есть вот чтобы немножечко вывести неполезные вот эти все нитраты которые находятся да то есть я в теплую воду в холодную любую до в холодную как они кипяток не надо нет ну кипяток это вот от микробов и так далее то есть вот видите я сейчас уже говорю больше о практических шагах которые мы можем для себя любимых как бы сделать вот и конечно уже я думаю мы напитки должны свои немножечко продумать потому что пакетированные чай которые предлагают у нас практически все кафе надо уже отказываться от пакетированных от газированных от тетра пакетов особенно деткам но не надо честно говоря травить их а все все детское питание в тетра пакет но вот я говорю что все таки лучше уделили 15 минут для того чтобы выжать это яблочко апельсины или что-то еще и дайте ребеночку просто свежий фреш для того чтобы это не это знаете если это привычка то это очень быстро если это хобби то это вообще в удовольствие это еще и очень дорого получается например чтобы сделать фреш из брокколи которая стоит дороже говядины не надо так вот заоблачно вот лучше но она не очень вкусная вот допустим томат в сезон апельсины в сезон захотелось томатного сока да и изумительно вкусно правда же очень здорово очень полезно и вкусно сейчас мы уже говорим не просто о безопасных долях алкоголя да мы говорим о безопасных долях мяса и колбасы то есть когда мы говорим население что вот ну 50 грамм но мы живем казахстане да здесь потребление мяса это национальная черта национальная черта плюс климатические условия когда минус 40 ну что еще плюс но вот сейчас тоже очень холодно тоже очень холодно но мы должны как бы вот вводить в рацион овощи на то на те количество килограммов или граммов кто там кушает мясо такое же количество овощей если это привычка и если научиться делать несколько вкусных салатов можно я поделюсь рецепт поделитесь рецептом вот каждого любимого вкусного сала но это любимый салат моего сына хорошо когда он прибегает вот и иногда с друзьями значит у меня всегда есть хорошая сочная морковь и немножечко вот огурец всегда лежит вот быстренько все натер оно красиво на терке на терке вот и морковь и морковь а огурец можно просто порезать это очень красиво и все что там есть если есть зелени все так далее здесь грибочки вообще все что угодно туда закинуть но самое интересное полить оливковым маслом это настолько красиво и вкусно но они никогда не отказываются даже мальчики которые первый раз там у нас появились за столом и так далее и так далее но конечно продукты должны быть вкусным то что если вот капустка она должна быть сочная и туда немножечко помидорчика но так красиво и она вот все вот если поставить своему любимому мужчине на стол красивый салат он даже не заметит как он его скушает вместе со свод со своим мясом поэтому если конечно это вот дело полюбить его звучит что если без мяса он какой бы не был красивый салат где где я не поел нет конечно он не поел потому что вот мужчины они вот хотят мясо и они должны его получать хорошая такая можно достаточно оптимальная диета это овощи и мясо конечно конечно овощи вот белок и клетчатка да белок и клетчатка причем вот вы знаете вот сейчас к сожалению всемирная организация здравоохранения вот 80 процентов говорит что он здоровье зависит от самого человека а это значит а раньше было 50 то есть сколько поведенческих привычек должны поменять поменяться и допустим то есть вот на медицину отложили всего 10 процентов когда сейчас наше население говорит о том что вот врачи не такие как вот мы слышим значит что-то лечит не так и так далее то на самом деле это вот совершенно нужно повернуть под другой угол врачи это уже когда совсем все плохо да они нас реанимируют и без них мы никуда и когда вот мы идем вы знаете очень хорошо чтобы если бы нас сопровождали ведь я вот 20 лет занимаюсь зож вот я ведь не все знаю абсолютно и какой-то момент я обнаружил что мое давление подбирается к 140 я пошла колокольчик прозвенел я пошла на прием и доктор говорит ну вот вы сколько воды пьете в вашем возрасте только не спрашивайте сколько лет значит я говорю ну по норме 30 миллилитров на килограмм моего веса она горит а вот при этом давлении вам надо количество водички уменьшить то есть не надо выпивать по норме вы представляете как вот то есть сколько нюансов и это сказал а помогло вы знаете да она нормализировалась то есть она год вы додавливаете и вот это не нужно делать и соли соление уберите пожалуйста из рациона то есть вы понимаете в нужный момент они оказывают нам нужную консультацию но к сожалению 90 процентов по вот исследованием не нашим а исследованием совершенно из зависимых экспертных групп 90 процентов населения хотят лечиться и только 10 вот стремятся быть здоровыми наращивать какие-то полезные привычки и так далее и это я тоже подтверждаю потому что когда мы звоним в регионы или когда мы туда приезжаем первый вопрос а вы будете нас лечить вы будете нас осматривать и грида нет нам бы хотелось чтобы пришли здоровые люди или условно здоровые которые вот еще не обнаружили свои болезни и чтобы мы с ними проработали и продвинулись вот к обретению каких-то привычек потому что это архи какой труд кропотливый и но не у нас ура на самом деле да и культура здоровья и нюансов очень много на своем примере я вот убедилась что оказывается вот не надо очень слепо следовать каким-то советам а надо ориентироваться на себя на своего терапевта там консультанта и так далее то есть это вот знаете настолько все творчески надо подходить и неоднозначно но конечно общий принцип какие-то существует для сердечно-сосудистых это беречь свои сосуды то есть отказаться уменьшать количество сигарета может быть вообще отказываться количество алкоголя питание но и как много жирного да вот уменьшить жирное значит разбивать овощами и наверное все таки движением и без этого не можем никак движение не примерно человек работает девяти до шести в офисе например ему лучше до двигаться или после а вы знаете изумительно есть методика вот здесь есть система белояр очень хорошо распространена в кустаная но и многие очень тренеры используют систему растяжек когда мы можем стоя растянуть все свои 600 мишц или сидя даже уделив себе пять минут изумительная методика растяжек там очень простые упражнения ручки в разные стороны и и тянемся во все четыре стороны и так далее но я думаю а даже одного занятия хватает чтобы понять приходишь туда уставший а выходишь как будто ты отдохнул вот такая удивительная схема вот я каюсь редко хожу туда чаще занимаюсь сама но эта система срабатывает система растяжек но каждый должен выбрать то что ему нравится потому что у меня была одна леди на приеме когда говорит знаете я бегаю 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 и болею 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 я говорю но как-то парадокс конечно здесь много парадоксов нашей жизни но а вы-то любите бегать а ненавижу бегать я говорю а зачем вы бегаете ну вот я где-то прочитал или услышала в передачу что это очень полезно я занимаюсь чек лежать любит не любит он вообще двигаться лежать надо правильно и это будет ему помогать но лежа вот очень много упражнений которые можно сделать лежа вы знаете изумительно много упражнений кстати лежа тот же жим вот но вот если он совсем уже не любит двигаться то это очень грустно и тогда надо что-то все-таки как вы сказали 21 день и наращивать какую-то привычку которая вот поможет ему сохранить свое здоровье потому что но к сожалению вот это заболевание мужчин инфаркт инсульт мое мнение которое все-таки больше больше курильщиков до больше курильщиков нервы опять-таки уже больше должны сдерживать свои эмоции тоже видите какое расхожее мнение но я учусь летит до стереотип а я вот водила сына в театр был спектакль изумительный очень простая история и где я видела как он плачет и прячет свои слезы я говорил ты знаешь надо плакать ну может быть он и делает это когда он один но при мне он уже не плачет вырос вот так мужчины рыдаем разрешаем себе иногда это полезно женщины поймут до женщинам проще не поплакали возле фильма поплакали с подружкой все по камере на нас мужчин доросили пару чашек кстати покричать в лес так хорошо сейчас выехать и рекомендую надо кричать в лесу в лесу не на своих любимых а в лесу это очень надо выбрасывать все в лесу и так что мы сегодня практически узнаете друзья вот прям вот так подытожим овощи и фрукты в воду на 15 минут и соды в лесу покричали что еще курить уменьшаем курить на этом это не модно же сейчас сейчас хочет они могут это не модно это дорого серьезно это очень дорого сейчас пачка сигарет вам 400 тенге стоит до курса умножить на 30 это сколько 12000 получается минимум 15000 в месяц только это хороший абонемент это вот в дым очень хорошее как представить себе берешь купюру и поджигаешь она сгорает сигареты то есть что еще практического обезжиренная обезжиренная овощи и мясо да потому что нежирное мясо желательно и и вода не панацея да да очень хорошо придется надо потому что много говорят что надо выпивать минимум три литра воды в день да вот понимаете а ведь на самом деле у кого-то два а кому-то там из терапевтом со своим доктором надо вот и конечно учиться справляться со стрессами они их много их наверное каждый день хватает точно день с него начался спасибо за что пришли в гости я желаю чтобы ваша ваш проект продолжался и чтобы действительно к вам на вот ваши такие выезды интересные вы ходили действительно люди которые хотят быть здоровыми да они хотят лечиться спасибо вам большое вам тоже здоровье спасибо большое у нас сегодня в гостях была альбина степана ерохина председатель общественного объединения а к когершин и я вот с большим удовольствием вот вы сказали что мы же не ханжи и надо иногда себя я очень люблю баловать вот этот тортик шокобум спасибо вам мини тортик добрый пекарь шокобум одно из лучших предложений на рынке кондитерских товаров в казахстане сделаны из качественных продуктов по фирменным рецептам с соблюдением всех технологий спасибо что пришли к нам гости спасибо большое друзья приятного вам огуречного поедания вкусного морковного салата и чаепития в том числе доброго утра